всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о смарт часа кстати вот такие циферблаты которые идут на galaxy watch 6 вы сможете скачать установить в описании видео есть ссылочка ну а мы с вами о том как установить допустим сторонние приложения на galaxy watch 6 именно на galaxy watch 6 в сравнении с galaxy watch 5 и galaxy watch 4 установочка немножко изменилась я покажу в чем но ненадолго сейчас также скоро будут устанавливаться приложение на все galaxy watch 4 на все galaxy watch 5 у меня просто стоит бы . бы . он его 5.0 веру с 4.0 именно такая же стоит на galaxy 6 и там есть небольшая заковырочка так что усложнили они немножко соединение часов со смартфоном и с компьютером отладки по вай-фай привычной многим нет но есть другое беспроводное соединение и вот его мы с вами будем изучать кстати таким макаром можно установить не только какие-то сторонние приложения но и даже оригинальные приложения такие допустим как google ассистенту он в некоторых регионах недоступен вы его не сможете скачать на свои часы через play market но сможете установить его именно вот таким способом каким я сейчас буду показывать кстати на нем я и буду показывать как установить google ассистент у меня корейский регион на часах у них нету google ассистента на часах предустановлено поэтому будем настраивать и устанавливать его вручную так ну а мы сначала подготавливаем часы в первую очередь сразу говорим чтобы вы отключили bluetooth на том смартфоне с которым у вас есть соединение на часах все когда отсоединили bluetooth переходим в настройки также у вас должен быть включен вай-фай подключите часы к вай-фаю и сеть должна быть одинаковый что на вай-фай вернее что на часах что на смартфоне они должны быть подключены к одной вай-фай сети все теперь идем самый низ здесь а galaxy watch дальше мы с вами идем нам нужно сведения по и вот здесь версия по вот смотрите у меня версия он и вай 5.0 дальше у нас есть что android 13 и вот virus 4.0 вот по этой версии его мы с вами там по несколько раз пока не появится вторая строка вторая строка кстати последние три буквы говорят о регионе ваших часиков моем случае это корея все выходим в основное меню у нас получилась вот такая вот штучка параметр разработчика нажимаем на них здесь мы с вами идем в adb включаем дальше мы с вами идем беспроводная отладка и ее включаем появляется у нас вот такой рисунчик ставим галочку чтобы у нас он больше не всплывал и нажимаем у аля все вот так у нас все получилось теперь с вами дорогие друзья нам нужно нажать кнопочку подключиться к новому устройству нажали подключиться к новому устройству у нас с вами появился код подключения по сети вай фай он нужен будет нам обязательно и также у нас появился пожалуйста ip и порт через двоеточие дальше идет порт все это нам с вами нужно будет теперь мы с вами откладываем часы и переходим на наш с вами смартфон и друзья мы переходим на наш телефончик что мы значит делаем в описании видео будет ссылочки первая ссылочка это google ассистент будет там там же также можно будет ссылочку кстати на google ассистент я дам в магазине где вы сможете его скачать и установить без всяких проблем но это платно конечно же просто от тех кто хочет поддержать канал все от прогрузился он у вас когда здесь вы нажимаете сохранить загрузки все нажали дальше идем вниз и вот здесь будет ссылочка на budjager это приложение такое хорошенькое либо сохранить и либо просто сразу установить его прямо сад отсюда далее мы с вами что делаем переходим уже в budjager запускаем budjager все запустили далее ему первый раз канала запустится все разрешения потом нажимаем вот на эту вилочку также он у нас как я уже говорил должен быть подключен кто же вай фай сети что и наш с вами часики здесь мы с вами нажимаем power вот эту вот видите сначала нажали мы с вами плюсик появился такое окно и раньше именно через это окно подсоединялись мы galaxy watch 5 и galaxy watch 6 но сейчас с новой прошивкой которая появится также на galaxy watch 4 galaxy watch 5 которая в конце августа скорее всего начале сентября уже меняется подключение ну первое подключение это первое потом уже будет все нормально смотрите значит что мы значит с вами делаем здесь мы прописываем айпишничек моем случае это один как вы если помните дальше у меня что там 37 здесь пишу 137 потом пишу порт вот он мой айпишничек как вы видите да вот он здесь дальше порт 42 219 42 219 и вот этот вот код который у меня здесь 204 484 204 484 204 484 все когда эти данные ввел ввел нажимаю пайр хопс готова теперь что у нас значит появилась видите но конект здесь у нас тоже все пропало окно мы снать значит теперь вводим вот этот вот айпишничек и вот этот вот порт айпишничек у нас остается тот же 1.37 порт у нас уже другой порт у нас 36195 36195 и вот теперь нажимаем коннект все на часах у нас ничего не сплыло по какой-то причине еще раз пробуем 1.37 файл окей дальше мы проходим в загрузке нам надо загрузочки вот ищем довланг пожалуйста довланг здесь telegram так как у нас все в телеграме и вот наш ассистент нажали на него и ждем установочки ждем установочки установка занимает конечно же некоторое время почему потому что чем больше файл весит тем дольше он устанавливается ожидаем установки до конца и кое-что еще покажу вам для последующих подключения достаточно будет просто вот это вот айпишничка и уже порта да есть там еще один момент все как видите файл установился проверяем заходим на часики да вот пожалуйста google ассистент стоит теперь возвращаемся обратно и отключаем беспроводную отладку выходим и отладку по adb потому что если вы это не сделаете у вас будет аккумулятор кушать поэтому это обязательно сделать ну дальше уже следующее будет видосик я напишу о том как сделать вернее как уже запустить наш с вами google ассистент вам же напоминаю что вы были на канале smartwatch подписывайтесь про telegram канал тоже не забывайте пока